В четверг исполнилось 175 лет со дня рождения скульптора Александра Михайловича Опекушина. Он родился в деревне Свечкино Ярославской губернии 28 ноября 1838 года в семье крепостного крестьянина. Среди его работ памятник Пушкину в Москве, который по праву считается самым популярным русским монументом 19 века. А площадь у его подножия традиционное место свиданий. Знатоки творчества Опекушина тоже встретились около Пушкина, уменьшенной копией памятника, хранящейся в Ярославском художественном музее. Юбилей Опекушина широко отмечается в стране. Его работы украшают два главных города России, а также Кишинев, Пятигорск и Тарту. Московский журналист Ольга Давыдова исследует творчество скульптора уже 30 лет. К юбилею она выпустила книгу «Лепил Опекушин». Ольга Анатольевна постаралась сделать все возможное, чтобы в преддверии знаменательной даты как можно больше центральных СМИ разместили на своих страницах материалы об Опекушине. Россия расплатила со скульптором самой дорогой банкноты, пятитысячной, разместив на ней памятник Муравьево-Амурскому. Другой вопрос, что мало кто знает, что это памятник Опекушина. Но в принципе мало кто знает, что и Пушкин в центре Москвы тоже Опекушина. Об этом писала еще в 1937 году в своем очерке Марина Цветаева, сетуя, что забыто имя автора памятника незабвенному поэту. Вспомнили создатели серии видеофильмов и книг под общим названием «Люди земли Ярославской». К юбилею Опекушина был подготовлен фильм. Автором сценария стала журналист городского телеканала Марина Смарагдова. Творческий коллектив трудился над этим проектом два года. Полтора из них ушло на сбор материала. Я думаю, что фильм послужит тому, что молодые ярославцы, и те, кто уже не так молод, узнают о нем больше, потому что мы вложили в этот фильм много стараний, много своего труда, любви, сердца. И в общем-то открыли для себя новый мир. И думаю, что те, кто посмотрит фильм, тоже этот мир для себя откроют. Еще одним подарком к юбилею Опекушина стало песочное шоу. Художник Татьяна Леденцова в яркой и образной форме рассказала о жизни и творчестве скульптора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok